Поезд творческих идей собрал в Сочи около 250 пассажиров. Это учителя православной культуры, руководители классов казачьей направленности, преподаватели кубановедения и представители духовенства. Проект «Поезд творческих идей» – это одна из самых удачных в крае форм распространения передового педагогического опыта в преподавании православной культуры, наряду с еще десятком проектов, которые реализуют на Кубани, отметила на открытии семинара министр образования края. Нравственность народа – источник могущества и богатства государства. И мы с вами видим это и знаем. Нет сегодня в образовании ни одного образовательного учреждения, где бы руководители не понимали важность и значимость духовно-нравственного воспитания. О том, что нужно еще для укрепления веры и духовного воспитания молодежи, говорили уже в ходе круглого стола. Диалог со властью – важнейшая часть проекта, отметил его куратор-протеерей Александр Игнатов. Поезд на Кубани был запущен 6 лет назад. Он поддерживается лично патриархом Кириллом. Православие становится частью образования и культуры в регионе. Не без помощи поезда творческих идей. И власть в этом деле занимает не последнее место. Храмы и церкви теперь есть в каждом городе, в каждом районе. Мы в Сочи уделяем огромное внимание сотрудничеству с нашей русской православной церковью, развитию пропаганды основ православия. В Сочи сегодня уже 38 приходов. Из них 6 находятся еще и в стадии строительства. Мы, я лично как глава города, по сути дела, курирую стройки храмов. Ряд предложений в ходе круглого стола озвучили и представители синодального отдела русской патриархии, которые прибыли в Сочи из Москвы. Отметили важность преподавания основ православной культуры в школах. К слову, в Сочи такой предмет сегодня ведут в каждой. Рассказали, что поддерживают инициативу по созданию классов казачьей направленности. И предложили, основам православной веры нужно учить и в дошкольных, и в высших учебных заведениях, а лучше открыть в Сочи частную православную школу. После обучения выдают аттестат, государственные образца, и дети могут поступать в любые вузы. Также дают ЕГЭ, ГЕ. Школы, ничем не отличающиеся от светских школ, кроме одного. Это православный уклад воспитания и образования, который является стержнем. Это священник, духовник, который опекает школу. Все идеи, отметил Анатолий Пахомов, обязательно будут рассмотрены. Мэр города назвал укрепление веры, духовности основой нравственного воспитания. Вообще же, в 2014 году проект «Поезд творческих идей» побывает в шести точках края. Это станица Брюховецкая, город Кореновск, Кормовир, Краснодар, Геленджик и Ростов-на-Дону. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.